Директор по развитию сервиса F-Doc, Святослав Бакер. А, не увидел тебя. Привет. Ты у нас не первый раз, нет, мой микрофон не отдам, вот, извини. Ты у нас не первый раз, так что чувствую себя как дома. Ну да. Алло, алло. Я сцену покину, но не разбегаемся, потому что потом я еще буду вручать подарочки. Добрый день, коллеги, всем. Ну вот, собственно говоря, Олег немножко представил доклад про бумагу, экономию, бумаги, экологию. Это, конечно, все очень здорово, очень важно, но я сейчас немножко про другое поговорю. Наш сервис развивается достаточно давно, в автобизнесе мы недавно, ну, для кого-то давно, для кого-то недавно, порядка полутора лет. И мы развивали наш продукт, он такое плановое развитие шел. Мы заходили сначала с экологических проблем, потому что часть наших клиентов из автобизнеса как раз клюнули на экологию. Всем нравится заниматься экологией, сохранять легкие нашей планеты и леса, то есть меньше тратить бумаги. Но потом мы стали дальше погружаться в автобизнес, и получилось, что как раз про экологию-то думают все, но все в основном больше думают про бизнес. Поэтому мы плавно от электронного подписания с документами перешли к электронному взаимодействию с клиентами, то бишь с клиентскому сервису. А то, про что я вам расскажу сегодня, оно касается именно как продукт внедряется в компанию, и с какими сложностями мы сталкиваемся, и вообще как IT-решения в компании-то внедряются, и какие у них барьеры на пути возникают. Мы столкнулись с теми вещами, про которые не думали, но вот они у нас возникли. Это я сейчас про вторую строчку того, что здесь написано, глазами сотрудника. Нюансы внедрения IT-решения. Имеется в виду глазами сотрудника компании, в данном случае компании-дилера. Это может быть продавец, это может быть мастер-приемщик, ну или просто сотрудник, который пользуется этим продуктом. Ну, давайте обо всем по порядку. Я постараюсь быстро, поскольку последний доклад. Выступаю я действительно не первый раз, и возможно кто-то наше выступление уже слышал, и на автомаркетологии, и на других площадках. Но я постараюсь еще раз говорю быстро. Что касается оформления, бумажные документы, ну, собственно говоря, часть компаний использует вместо бумажных документов мессенджеры, почту, запись звонков. Ну, не про это суть, а про то, что оформление и бумажные документы, это, наверное, та последняя миля в цифровизации, которая вот нас догоняет. Вообще догоняет развитие, потому что выбор уже цифровой записи, уведомлений, использование CRM-систем тоже уж перешло достаточно активно в цифру и достаточно давно. И оплата стала безналичной, онлайн, СБП. А вот бумажки все еще продолжают активно ходить на рынке. И вот мы как раз про эту тему, про оформление. А теперь, что касается выбора. Вот я часто на мероприятиях выступаю, выступаю, спрашиваю, кто здесь из автобизнеса, кто здесь из дилеров. Люди поднимают руки. Я рассказываю про продукт. Все воодушевляются, тема интересная, новая, инновационная. И, собственно говоря, вот дальше происходит некая магия. И суть-то в чем? Когда начинаешь человеку рассказывать, он задает себе вот эти вот простые вопросы. Как выбрать эффективный продукт? Как убедиться, что этот продукт работает? Как эффективно его внедрить в компании? А самый главный вопрос, а что это вообще за продукт? И для чего мы это у себя будем внедрять? Ну и такой подспутный вопрос, он не вопрос, а утверждение. Время, 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 время. Времени, как всегда, не хватает ни у кого. Время на то, чтобы этот продукт внедрить. Вроде кажется, тема интересная, она полезная, эффективная. Но нужно время, чтобы это правильно в компании внедрилось. И вот этого времени как раз не хватает. И вот что касается времени, тут еще очень важный момент. Касаемо взаимодействия с клиентами. Мы задали себе вопрос. Вот в любом бизнесе, что важно при взаимодействии с клиентами? При взаимодействии с клиентами нужно два фактора. Время, которое уделяется клиенту. И отношения. Отношения, которые высказывает менеджер, который работает с клиентом, или вообще компания, которая работает. Вот люди ценят время, которое им уделили, и отношения. И от этого клиентская база либо растет, либо уменьшается. Ну, из негативных факторов это очереди, когда люди бессмысленно чего-то ожидают. И это бюрократия, которая пожирает вот этот зверь, который пожирает любой бизнес бюрократический. Он отпугивает, отталкивает клиентов. Ну, вот на основе этого мы, собственно говоря, и построили свой продукт. Именно взаимодействие с клиентами. Сначала мы говорили про эффективность, экономию бумаги, отсутствие потери на логистику, хранение. Но людей в автобизнесе это все не очень вовлекает. Это какие-то общие слова. А вот когда говорим, что очереди сокращаются на 30%, например, в сервисе, или в продажах, когда мы используем онлайн-продажи, полноценный онлайн, без подписания бумажных документов, или исключается риск неправомерной подписи, про это я сейчас расскажу, или снижается мошенничество, потому что цифровые документы, они более прозрачны, чем документы на бумаге. По факту клиенту предлагается одно, по факту с ним бумажные документы подписываются на другое. Вот это людей, наших клиентов, стало очень сильно воодушевлять. Ну, а в целом, если подытоживать этот слайд, я хотел бы акцентировать внимание на нижней надписи. Люди, как показала практика, наши клиенты делятся на две категории. Одни верят в цифровые продукты, другие в цифровые продукты просто не верят. И говорят, вот пока все это будут использовать, вот тогда я к вам приду. Здесь у меня месседж достаточно простой. В внедрении новых форматов работы – это возможность вам больше продавать. Рынок не стоит на месте. Он меняется, люди меняются, поколения меняются. Они по-другому смотрят на вещи. И они по-другому смотрят на взаимодействие между компанией и клиентом. И компании нужно за этим трендом следить и подстраиваться. И внедрять те самые продукты, про которые здесь говорили. И искусственный интеллект и так далее. И это возможность компании больше заработать. Ну, это наша исключительно точка зрения. Что касается нашего продукта. Ну, для тех, кто первый раз смотрит презентацию, я этот слайд показываю постоянно. Чтобы быть более конкретными, что мы предлагаем подписывать при помощи нашего решения. Заказ наряды, согласование работ, акты осмотра и договор на обслуживание. Это если касается сервиса. И что касается автосалона, это предварительный договор о купли-продаже. Акт передачи авто, непосредственно в момент оформления автомобиля. Ну и соглашение о тест-драйве. Это самые популярные документы, которые можно и нужно подписывать в дилерском центре, в продажах. Но это можно сделать при помощи нашего сервиса электронно. Отдельно про ДКП скажу. Все в России живем. Постановление выпущено недавно в 2023 году, что все документы, которые в ГИБДД должно принимать в электронном виде, могут предоставляться сотрудникам ГИБДД в электронном виде. Но очень часто подходишь к окошку, показываешь документ в электронном виде, а тебе сотрудник оттуда говорит бумажку давай. В России живем. Ну такая вот история. Но тенденция по поводу ДКП меняется. И в конечном итоге, я думаю, что все придет к тому же самому, что и сейчас с полисами ОСАГО. И документы в электронном виде, тоже подписанные простой электронной подписью, можно будет оформить в любом ГИБДД, в любом ГАИ. И поставить таким образом машину на учет. Медленно, со скрипом, но движется. Что касается нашего сервиса. Я думаю, что с простой электронной подписью сталкивался каждый сидящий в этом зале. Потому что простая электронная подпись, она работает достаточно давно. Особенно это распространено в банках. Я сейчас не на примере нашего сервиса. Вы приходите банк оформлять, собственно говоря, договор с банком, карту, открывать счет. Вам говорят, скачай приложение. А дальше тоже работает простая электронная подпись. Вам приходит ссылочка, вы по ней переходите, там договор. Банк просит оформить карточку и так далее. Мы работаем по тому же принципу. Только вместо того, чтобы скачивать приложение, мы используем самый популярный и самый простой канал связи. СМС. Клиенту приходит СМС, он по ней переходит, видит там свой документ, может его прочитать, с ним ознакомиться, потом нажать кнопочку подписать. Этот документ будет подписан простой электронной подписью совершенно законным образом. То есть у бухгалтерии не возникнет вопросов. Что касается, как это выглядит глазами сотрудника и глазами на СТО или у дилера, то мы об этой теме подумали и мы наше решение встраиваем в самые популярные CRM-системы, с которыми работают наши клиенты в автобизнесе. Вот здесь показано, как это выглядит на примере Альфа-Авто. Вот в левом, видите, желтеньким выделена, в окошечке кнопка появляется, да, рядом с кнопкой отправить на печать принтера физического, отправить F-Doc. И после того, как документ отправляется F-Doc, дальше происходит вот эта вся магия. Поэтому все тут достаточно просто. В результате у клиента и у компании появляется вот такой вот документ, подписанный простой электронной подписью с синей формой печатью, который, еще раз говорю, абсолютно легитимен, абсолютно законен. И с точки зрения взаимодействия с клиентом у бухгалтерии вопросов не возникнет. А вот теперь, что касается применения де-юра и что может заинтересовать руководителей, именно кто в компании является лицом, принимающим решения. Обратите внимание вот на эту схему, которая здесь показана. Очень часто водитель не является владельцем транспортного средства. Или вообще документы за владельца транспортного средства подписывать какое-то третье лицо. В случае электронной подписи мы этой темы избегаем. И оформление документов идет непосредственно между владельцем и руководителем. То есть лицом, уполномоченным принимать решения со стороны непосредственно юридического лица, а не наемным мастером-приемщиком, который и право-то не имел подписывать в данном случае данный договор или данный заказ-наряд. Вот. И эта тема законная и легитимная, еще раз подчеркну, с точки зрения федерального закона об электронной подписи. Вот этот слайд я периодически показываю. Это требования регулятора к сервисному обслуживанию. Это требования, вот эти нормативные акты касаются вот этого простого документа заказ-наряда, который используется в сервисе. Сам, когда этот слайд делал, не думал, что такое количество документов распространяется на такую, казалось бы, обычную бумажку заказ-наряд на замену масла или замену колодок, например, и так далее. Но, тем не менее, это вот регуляторика, которая требует у нас подписывать закон. Что касается нескольких примеров по поводу мошеннических схем. Мы посмотрели на рынок и, собственно говоря, посмотрели на историю, на статистику. Вот здесь приведены два вида мошеннических схем. Первый особенно сейчас набирает популярность и, собственно, не на. Мы выступали на конференциях, и многие дилеры поднимали руку и говорят, мы с таким сталкивались. Когда мошенники отслеживают клиента в дилерском центре, потом звонят дилеру, выясняют информацию о клиенте, выясняют информацию о машине, потом звонят под видом сотрудника дилерского центра клиенту и просят его оплатить дорогостоящий ремонт или сделать предоплату. Клиент оплачивает. Мы же по СБП работаем, да? По электронной оплате. И потом, когда приезжает в сервис за машиной, выясняется, что никакой предоплаты никому он не платил в сервис, а заплатил это дело мошенникам. А все это почему? Потому что мы используем WhatsApp, мы используем запись телефонного разговора, мы стараемся клиента не вызывать лишний раз в дилерский центр, чтобы он подписал бумажку. Это же никому неудобно, и нам в первую очередь тоже. Нам, я имею в виду, в данном случае я себя олицетворяю с сервисом. Нам неудобно, нам, мастеру-приемщику, неудобно это делать. Гораздо проще по WhatsApp пообщаться. Мошенники этим пользуются, и, собственно говоря, происходят вот такие вот ситуации. В случае электронной подписи, это, в принципе, ситуация исключается, потому что документ приходит официальный, подписывается он законной электронной подписью, печатью, как со стороны компании, так и со стороны клиента. Но при этом никого-никому не надо дергать, никому никуда не надо выезжать. А теперь, что касается внедрения новых решений в компании. Как это происходит? Я вот здесь вот привел пример. Вот новое решение, новый подход, новый продукт, в который руководитель сказал, о, какая классная история, мы закрываем юридическую схему, мы закрываем и возможности, там все очень достаточно просто, и можно работать с региональными клиентами, а давайте его попробуем потестировать, ну, как бы, давайте купим этот продукт. И вот начинается выбор, да. За выбор и тестирование отвечает руководитель, то есть он участвует в этом процессе, лицо, принимающее решение. А вот дальше с продуктом начинают работать сотрудники. Сотрудники, подчеркну, которые будут этот продукт внедрять в компании, которые будут ручками его юзать, эксплуатировать и так далее. И у каждого из этих визави есть такое понятие, как результат их работы. Каждому хочется получить результат. Руководителю хочется получить результат внедрения, а вот у сотрудников есть тоже результат. Им поставили задачу внедрить этот продукт, но у них еще есть свои результаты, результаты в их работе. И вот мы посмотрели, когда внедряем свой продукт, мы внимательно смотрим, не только уделяем большое внимание руководителю, но уделяем большое внимание сотруднику и работаем именно с ним. Потому что у сотрудника возникают вот такие вопросы, когда внедряет руководитель новый продукт в компании. А зачем мне это надо? А это мне денег добавит? А как мне теперь работать? Я работал просто, а теперь руководитель пришел и сказал, будем внедрять новый продукт. Мне теперь что делать? А если мне непонятно, значит точно будет сложно. А это значит своего рода итальянская забастовка. И получается, руководителю что делать? Либо мотивация, либо стимуляция персонала. Если мы возвращаемся к второму, то у нас время на внедрение этого продукта превращается в бесконечность. То есть купили вроде бы хорошую историю, она начала работать, а никак не может запуститься, потому что все ее, грубо говоря, тормозят. Всеми явными и неявными способами. Мы вот эту историю поняли, и мы теперь большое внимание уделяем людям, которые непосредственно с этим продуктом работают. И мы стараемся идти от их потребностей, потребностей, подчеркиваю, как бы это странно мне казалось, кто-то скажет, что сложного-то. Главное, директор сказал, а исполнители пошли исполнять. Нет, так это не работает. И саботировать можно в принципе, саботировать в хорошем смысле слова, все что угодно. Поэтому практическое применение в продажах. Как наш продукт может помочь? Он может помочь, например, продавцу работать с региональными клиентами полностью дистанционно. То есть у него было 10 клиентов, а при помощи нашего продукта, подписывая предварительный договор купли-продажи или договор залога, ну не договор залога, а залог за автомобиль принимая, то есть бронирование автомобиля, он может из 20 клиентов сделать 30, 40 и так далее. За счет того, что он работает с клиентами дистанционно-удаленно. Если мы говорим про сервис, то для мастера-приемщика это в первую очередь возможность дополнительных продаж. Дополнительных продаж, то есть увеличить его средний чек. Он ведь от этого получает заработную плату. От количества клиентов и от того, насколько будут чеки в сервисе распространены. Как это работает? Мы не стоим на месте. Помимо электронного подписания документов, мы, вот обратите внимание на левый экран, мы стараемся внедрять новые сервисы под названием допродажи. Вот помимо того, что человек подписывает договор, у него появляются галочки. Выбрать ту или иную дополнительную опцию, акцию, которую клиент, в данном случае клиент дилерский центр или сервис или автосалон, решил использовать. И система подскажет клиенту, что с этой акцией можно ознакомиться, про нее можно прочитать. Ведь мастер-приемщик или продавец не всегда просто вспомнит, что ее надо предложить или надо сказать. В качестве примера могу сказать следующее. Часто бываю в дилерских центрах, есть такие прокаты. Продленная гарантия. Приезжал в один дилерский центр, продленная гарантия, плакат стоит, вот такой вот roll-up, вот как вот здесь, стоит в углу, так он еще и повернут к стене был. На вопрос, а что он у вас там стоит? Слушайте, он падал, и мы его к стенке подвинули, а потом развернули, потому что он падал в другую сторону. Ну, неудобно. Машину перегоняли, а потом не стали переставлять. Это вот такая вот история была. Да, конечно, руководители за все это отвечают, но я говорю, что в данном случае мы предлагаем инструмент, который точно клиенту подсвечит, чтобы такие допуслуги есть. Ну, а с точки зрения подписания документов, этого процесса, который клиент необходимо делать, это будет удобно и доступно клиенту, подсвечено в нужный момент времени. Что касается отзывов, небольшая ремарка или небольшое, так можно сказать, альверы в обратную сторону. Вот Дмитрий выступал. В данном случае это еще один способ оставить отзывы в момент подписания документов. Когда клиент подписал документы, ему появляется экран, оставьте свой отзыв, он по этой ссылке переходит, и дальше отзыв оставляют, ну, а дальше историю Дмитрий уже предыдущим рассказывал. То есть мы стараемся встроить в процесс подписания документов дополнительные сервисы, чтобы клиенту удобно было с ними работать в удобный момент времени, не совершая каких-то дополнительных физических действий. У меня, наверное, на данный момент все. В конце я хотел бы сказать, что все-таки еще раз возвращаюсь. Мы создаем не электронную подпись. И, конечно, мы экономим легкие наши планеты, и леса, и бумагу, и так далее, и так далее. Но в первую очередь электронное подписание – это клиентский сервис. Это взаимодействие с клиентами несколько в ином ключе. Это некий взгляд в будущее. Поэтому мой вам совет – внедряйте осознанно, обдуманно новые решения в своей компании, подстраивайте свои бизнес-процессы, подменяющиеся рынок, ну и дополняйте свои каналы коммуникации с клиентами новыми решениями, включая все то, что было сказано здесь в течение сегодняшнего дня. Всем спасибо, если есть вопросы. Да, у меня все. Вот и не работает. Слышно, да? Я просто заговорился с Деном и пропустил как-то момент, когда ты закончил. Так, смотрим, там были вопросы точно, абсолютно. Я видел. Минуточку. Минуточку. Так. Как найти баланс между быстротой оформления и безопасностью? Всегда такое ощущение, что когда что-то быстро, то оно небезопасно. Это правда. Это правда. Баланс, хороший баланс найти, ну, как сказать, есть один рецепт. В вашей компании есть несколько людей. В любой компании есть несколько людей. Один из этих людей, скептик, его обычно зовут юрист или его обычно зовут бухгалтер, который говорит, это все плохо, надо соответствовать закону и так далее. А есть руководитель, который видит, хочет больше клиентов, хочет больше зарабатывать, поэтому оптимизировать процессы и так далее. Эти люди, как правило, между собой договариваются, чья точка зрения побеждает, аргументированно и объективно, в ту сторону компания и двигается. Побеждает бухгалтер, значит, будут процессы долгие, нудные, но зато защищенные и так далее. Побеждает директор, ну, назовем его так, значит, все будет быстрее, больше и так далее. Но с большим риском. Баланс где-то посередине. Главное, чтобы два человека таких в компании было. Один пессимист, другой оптимист, истина посередине. Не, ну точно не в сторону бухгалтера. Да простят меня бухгалтеры. У меня первое, кстати, образование, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. Я, правда, ни часу не работал бухгалтером, а практики по бухгалтерскому учету за меня однокурсницы проходили. Поэтому, но тем не менее, финансовым директором я работал. Поэтому, нет, в сторону бухгалтерии нельзя. Я рассказывал эту историю, как в Мрии, отель мечты. При выселении тебе дают бумаги, которые ты прочитать не можешь, потому что они очень удобны бухгалтерии. Но нифига не понятно клиентам, которым надо заплатить. Поэтому, нет, вот это точно не надо. Так, здесь еще было. Слышал, что смс-ки считают небезопасными, и от них пытаются отказаться даже при двухфакторной аутентификации. Что думаете по этому поводу? Ну, действительно, смс-канал имеет ряд недостатков, но мы свой сервис, когда разрабатывали, мы шли от одного… Ну, то есть, надо от чего-то оттолкнуться. Одна печка, от которой нужно санцевать. Мы отталкивались от простоты. От простоты непосредственно клиентского сервиса, клиентского пути. Самый простой канал – это смс-ки. Да, он имеет ряд преимуществ. Но если, возвращаясь к первому вопросу, который прозвучал, можно ли усложнять историю и делать ее более безопасной? Конечно, можно. Можно использовать другие каналы связи. Они будут чуть сложнее, но будут более безопасными. Каждый выбирает свой путь. Кто-то говорит, у меня достаточно простые документы, и ко мне ни налоговые, ни судебные органы не будут так пристально смотреть. У меня ключевое решение – это простота. Я буду использовать самый простой канал связи, самый быстрый и так далее. А кто-то говорит, а у меня документы посложнее, значит, я начну усложнять свой процесс. Тут надо зависеть от первого вопроса и от того, какие документы и насколько они попадают под регуляторок. У клиента останутся его экземпляры подписанных документов? Да. Важный момент. У клиента вот та смс-ка, которую я показывал, она будет жить в течение пяти лет. В течение пяти лет он будет приходить по этой смс-ке и видеть там свои подписанные документы. Это раз. Второе. Клиент может эту смс-ку себе переотправить на любое свое устройство, там, я не знаю, на WhatsApp, на почту себе, на компьютер и так далее. Это два. И третий момент. Он просто может этот документ скачать себе на телефон. И таким образом хранить ее у себя до тех пор, пока хранится у него этот телефон. Все три варианта работают одновременно, либо последовательно, кому как больше нравится. Поэтому можно аж в трех местах задублировать. Только для клиента. Я сейчас не про компанию. Слушай, ну, в целом, в целом, вот прямо очень здорово, потому что бумага надоела. А тут есть подозрение, что вы имеете в виду, имеете отношение к Т-банку, который бывший Тинькофф? Нет. Из-за цветовых решений? Нет, нет. Просто, как сказать, цветов-то у нас всего немного и хочется как-то выделяться. А желтый цвет, это цвет лидера. Что тут говорить? Это, по-моему, во всех книжках написано. Ну, решили повзаимствовать. Слушай, ну, здорово, здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.